Героями этого фильма стали и мы тоже, граждане Российской Федерации Надежды в этом фильме нет вообще Это могло бы стать материалом, в принципе, для какого-то художественного фильма Проблема в том, что это кино снималось не для российского зрителя Друзья, всем привет, на связи Аппаратная и ее ведущие Света Аванесова и Павел Дмитриев Будем говорить сегодня о документальном кино Впервые в нашем подкасте, как и обещали, обсудим с Пашей фильм Навальный Канадского режиссера Дэниела Ройла Почти что российский претендент на Оскар Не часто вообще попадают фильмы в шорт-листы Оскара Еще, кстати же, был один документальный фильм тоже про российских политиков Но он не попал в шорт-лист, вот попал, да, в фильм этого канадского режиссера Но я так скажу с самого начала, что постоянные зрители YouTube-канала Навальный Когда еще в Навальный был на свободе И те, кто посмотрели фильмы, как я позвонил тому, кто меня отравил Вообще, в принципе, про отравление, вот эти вот большие фильмы Навального Они почти ничего нового для себя не узнают Этот фильм иногда покадрово повторяет то, что вот уже вышло давно-давно на канале Навального И тем не менее, россиянам, русским людям будет, мне кажется, интересно посмотреть это кино Если они еще этого не сделали Потому что там, конечно, есть момент Особенно, когда ты смотришь это спустя год после того, как состоялась премьера кино А премьера прошла в конце января 22-го года, за месяц до начала войны И там есть такие моменты, которые удивительно смотреть уже даже сейчас Насколько сильно сменилась наша страна Какие-то высказывания Навального с трибун достаточно жесткие Люди с плакатами, которые стояли, ждали Навального Которых винтили, крутили, забирали Но они все равно выходили, потому что готовы были заплатить эту цену Это даже уже сейчас выглядит немножко чем-то довоенным Вот это кино, оно точно довоенное, мне кажется Потому что оно проводит такую некую черту И с этой точки зрения это было смотреть очень любопытно Но про режиссера вообще пишут так, что он имел доступ к Навальному Практически полный к его семье Но при этом каких-то интересных вопросов он не придумал Ни для Алексея Навального, ни для его жены Вот он мучает его там вопросом Что он скажет россиянам на случай, если его убьют Когда он вернется в Россию или в тюрьму посадят И вот Навальный пытается как-то сказать Что типа давай я сейчас скажу Но ты это не включай в фильм Потом если меня убьют, то выпустишь еще один фильм Так сказать Скучный, скучный фильм Такой боепик о моей жизни А так типа что пока что я ничего такого говорить не буду Но чего я вот ждал этого фильма То что режиссер покажет вообще жизнь Навального в Германии Как вот он эти 4 месяца после отравления После того же выздоровления своего Как вот он жил Мы видим такую небольшую зарисовку Я так понимаю где-то из-под Фрайбурга В такой деревеньке, в немецкой деревеньке Где вот они с женой гуляют И кто-то отмечал, что почему-то они между собой по-английски говорят Ну понятно почему, наверное их попросили говорить по-английски Потому что Юль Навальный и Алексей не совсем уверенно говорят по-английски Но они так между собой как бы пытаются по-английски говорить Вот для этого фильма Ну и все, собственно говоря, из их такой жизни Премьера же фильма состоялась на фестивале независимого кино Санденс И там же фильм взял уже две награды Он, кстати, взял Бафту Мы в прошлом эпизоде нашего подкаста об этом тоже говорили И он анонсировался как откровенный документальный триллер Я так понимаю, что сам режиссер называет его политическим триллером Но откровенного там, я согласна, не так, чтобы сильно много То есть это триллер, да Это действительно очень захватывающее кино Причем оно такое захватывающее на уровне какого-то хорошего детектива Детектива HBO или какого-то скандинавского детектива Я вообще думала о том, что это могло бы стать материалом В принципе для какого-то художественного фильма в будущем Надеюсь с хорошим концом Но откровенного там действительно не то, чтобы сильно много И вот эти эпизоды, о которых и ты тоже говорил Они такие, их там не так, чтобы сильно много Но мне понравилось, что они есть. Кино получилось такое не сильно вылизанное, то есть они оставляют вот эти какие-то интересные моменты, наверное, специально, наверное, для того, чтобы добавить какой-то атмосферы этому кино, но в этом плане оно такое приближенное к действительности. Проблема в том, что это кино снималось не для российского зрителя, тем более не для российского зрителя Навального, который все это смотрел и знает, мне кажется, гораздо больше режиссера этого фильма о Навальном, который слушал его многочисленные интервью, смотрел его стримы и вот все такое прочее. Он снят для зрителя в Англии, в Америке, для человека, который, может быть, и читал как-то, ну вот разве что в какой-то газете, что вот Навальный, что его отравили, вот он эту историю знает, а, допустим, где там Томск, это просто для него, он в целом, может быть, и где Россия не очень знает на карте. И вот для этого зрителя снят этот фильм, и для зрителя, который за этой историей не следил, он действительно детективный, прям такой голливудский экшен-боевик про расследование, про то, как человек, которого отравили, который должен был умереть, расследует свое собственное убийство, фактически, и звонит ФСБшнику, и тот ему все рассказывает. На самом деле, вот до той части, когда они встречаются с Грозевым и начинают обсуждать это расследование, и потом вот они готовятся уже выпустить и позвонить, вот до этого момента довольно-таки скучная часть фильма. Но потом передается вот это волнение Навального, который вот сейчас должен позвонить своим отравителям, все-таки он волнуется, и режиссер передает это волнение, которое есть вот у Марии Певчих, у самого Грозева, у Навального, и потом он довольно-таки вот активно продолжает этот фильм, потому что потом Навального надо возвращаться в Россию, и все это тоже, тоже передается. Хоть мы все это видели, это шутку Навального, когда пилот самолета объявляет, что мы пока что не можем приземлиться во Внуково, и он говорит, извините, пожалуйста, всем. Мы все это видели, естественно, российский зритель, но все равно это волнение передается, и какие-то такие воспоминания, что вот это все было, это для нас не фильм, это все было с нами, это все было в нашей стране, с нашей страной, происходило совсем еще недавно. Это самое ужасное ощущение, когда ты смотришь фильм, и ты понимаешь, что он действительно похож на какой-то триллер, на кино, может быть, даже на художественное кино, но ты понимаешь, что это не выдумка, это не то, что придумал у себя в голове режиссер, сценарист, это не какая-то вымышленная реальность, это то, что происходит в твоем доме, в твоей стране, и на самом деле, мне кажется, что героями этого фильма стали и мы тоже, граждане Российской Федерации, мы тоже герои отчасти этого кино. Есть такое расхожее мнение, что этот фильм нужно посмотреть всем россиянам. Я согласна с тобой, что, наверное, россиянам, которые, в принципе, знают, кто такой Навальный, следили за ним, или хотя бы имеют какое-то представление, даже если не разделяют его взглядов, они, в принципе, более-менее знают, что там было, и ничего сильно нового они не увидят, кроме как хорошее документальное кино. Но мне кажется, что «Зет-Патриоты», «Ура-Патриоты», они посмотрят совершенно другое кино. Мне кажется, что если они посмотрят этот фильм, они, конечно, сделают совершенно другие выводы, даже по тем моментам, когда соратники Навального между собой разговаривают на английском языке. Ну, конечно, наверное, люди будут делать какие-то совершенно странные выводы из этого. К сожалению, это кино не сможет ничего изменить в сознании людей, которые пропитаны пропагандой. Не будет преувеличением сказать, что миллионы россиян этот фильм уже посмотрели. Они его могли и не видеть, конкретно эту документалку, но фактически все, все эти видео россияне видели, просто не сложены в один фильм. И те, кто, допустим, фильм «Интерью Юрия Дудя» из Германии, из семьи Навальных, посмотрели, они, может, и больше, чем этот фильм на самом деле видели. Если вот брать фильм про российскую оппозицию, то вот есть два документальных фильма. Один называет «Срок», а второй «Зима, уходи». И вот если говорить о фильмах про русскую оппозицию, то вот они, мне кажется, гораздо интереснее и лучше, чем вот, допустим, вот этот конкретный фильм, потому что его все-таки снимали несколько российских режиссеров, которые некоторые вещи очевидные просто игнорировали. Ну, допустим-то, зачем рассказывать, кто такой Навальный? Понятно, кто это такой. Или кто такой Яшин? Или кто такой Ксиний Собчак? Им не понадобилось этого. Они этого не рассказывали, они просто брали и снимали то, что происходило на протестах 2012-го, так, с натяжкой 2014-го годов. Мне кажется, вот те, кто не видел вот эти два фильма, вот их стоит посмотреть и пересмотреть, они тоже какую-то такую ностальгию, наверное, вызовут из тех времен, уже совсем давних. Но вот я полюбил документальные фильмы, наверное, вот из-за вот этих двух фильмов скорее. И ждал, наверное, больше от фильма Навальный. Но понятно, что вот он действительно снят не для тех людей, которые всё, что выходило и важного на канале Навального в Ютубе, уже, в принципе, посмотрели, и они могут только, ну, вот вспомнить. По поводу протестов есть, кстати, мнение, да, что в этом фильме нет очень мало протестов. Я тоже отметила это, но, с другой стороны, мне показалось... То есть мне как бы вроде как этого не хватило в этом кино, а, с другой стороны, я подумала о том, что это грустно осознавать, но мы же как бы всё равно проиграли в этой борьбе. Ну, это экшен именно про Навального, как вот про главного противника Путина, главного оппозиционера. Он не про протесты, а именно вот про этого человека, да, про фильм, вернее, про человека, про которого потом, да, можно будет снять какой-то большой фильм или сериал там на HBO про его судьбу, о чём он может быть. При этом каких-то таких жизненных милых зарисовок там мало. Нам, наверное, хотелось бы больше увидеть Навального вот в такой вот жизни, да, как вот он, не знаю, там, бегал по утрам, приходил в себя. Ну, это очень красивый кадр. Он такой, мне кажется, будет исторический, вот этот вот пролёт над ним, когда он бежит по заснеженному полю. Это очень такое красивое. В фильме, кстати, несмотря на то, что это очень грустное кино, но оно реально грустное от того, что ты понимаешь, что это всё происходило с нами. Происходило и происходит с нами. Происходят ещё гораздо более ужасные вещи. Но в фильме всё равно есть доля юмора. Это мне, кстати, тоже понравилось. То есть у фильма очень разная атмосфера, она меняется, и все вот эти какие-то вещи, слова, какие-то действия, они меняют её по ходу повествования. Ну, я не знаю, насчёт грустный, не грустный, но вот надежды в этом фильме нет вообще никакой. И какого-то триумфа нет, даже когда они добиваются признания от этого химика. Всё равно ничего такого, да, радостного, с какой-то оплывательной эмоцией практически нет. Может, за исключением концовки, которая больше за счёт музыки как-то пытается выхинуть это всё, что всё-таки вот какая-то, какая-то может быть надежда. Но вообще в нём совсем нет надежды. Но это такой большой политический фильм, политическое высказывание, которое, я думаю, вполне-вполне может выиграть Оскар, потому что из вот пятерых претендентов, я посмотрел, там есть фильм про состояние экологии в Нью-Дели, в Индии. Есть фильм про какую-то семью вулканологов, очень известных, которые погибли в Японии при извержении вулкана. Есть фильм украинский про детский дом, но он ещё довоенный. То есть он украинский, но не про войну. Тоже про конфликт на востоке Украины и вот про детей в детском доме. И какой-то ещё фильм, я вот уже сейчас не помню, о чём он. Но, в общем, в целом Навальный фильм выглядит, наверное, самым явным претендентным, потому что всё-таки документальный фильм это, наверное, больше не про художественную значимость, а всё-таки про тему. И вот тема, наверное, из этих пятерых фильмов, наверное, всё-таки у фильма Навальный самая такая важная. Я хотела ещё добавить по поводу оптимизма. Понятно, что там действительно не очень много оптимизма, но в конце всё-таки там сильная речь Навального о том, что мы должны быть сильными, о том, что мы должны не сдаваться, о том, что мы огромная сила и что нас боятся. Конечно, от этих слов хочется плакать, потому что когда ты знаешь, когда он записывал это, ты знаешь, что произошло после, что произошло в течение года после премьеры этого фильма. И, с одной стороны, грустно осознавать, что произошло, что произошло с нами, что произошло с Россией, а с другой стороны, хочется верить, глядя на Алексея Навального, хочется верить, что всё изменится.